МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает программа ОКО Государева. Совместный проект телеканала и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Александра Бакалюк. Здравствуйте. Сегодня в центре нашего внимания тема, которая с каждым днём становится только острее и актуальнее. Сегодня мы говорим о законодательстве в столь непростое время мировой пандемии коронавируса. В нашем крае меры приняты лояльные, но иногда их приходится и ужесточать. Как элементарно выйти из дома и почему так важно знать свои обязанности и права? Об этом и многом другом сразу после новостей прокуратуры региона. В результате проверки Георгиевская межрайонная прокуратура выявила нарушение требований федерального закона о недрах. Выявлено несоблюдение условий лицензии на добычу подземных вод для технологического обеспечения водой объектов промышленности. В отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении, внесено представление. Редактор субтитров А.Семкин Возвращаемся в студию программы. Говорим о мерах, принятых в связи с пандемией коронавируса. Поймем разницу между режимом самоизоляции и карантином, а также узнаем, как не получить штраф по элементарному незнанию своих прав и обязанностей. У нас в гостях Светлана Михайловна Корнюшина, начальник отдела по надзору за соблюдением прав человека и гражданина с законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края. Светлана Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Корнюшина, начальник отдела по надзору за соблюдением прав человека и гражданина с законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края. Советник юстиции. Образование высшее. Занимала должности помощника Георгиевского межрайонного прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей с января текущего года в нынешней должности. Ну что ж, тема действительно самая актуальная, самая острая в нынешние дни и попытаемся максимально быстро, но точно разъяснить нашим телезрителям, что к чему. Начнем, наверное, с документов, регламентирующих принятые меры. Вот с какими из них нужно ознакомиться обязательно жителям нашего региона, города? Прежде всего мы начнем с федерального законодательства. На территории Российской Федерации действуют два федеральных закона основных, которые регулируют правоотношения в сложившейся ситуации. Это закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В соответствии с этими нормативными актами, губернатором Ставропольского края, постановлением номер 119, введен режим повышенной готовности. И в соответствии с этим постановлением, также установлен режим самоизоляции. Ну вот, да, мы уже сказали, самоизоляция, слово, которое сейчас везде и всюду на слуху, да, и во всех социальных сетях, телевизорах и так далее. Что же это вообще такое с точки зрения законодательства? Потому что сейчас многие думают, что, ну, как бы это такое относительное понятие. И вот какие права и обязанности существуют у человека и гражданина нашей страны? В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, номер 7, самоизоляция – это нахождение в изолированном помещении, которое исключает контакты с иными лицами, на которых не распространяется режим самоизоляции. Если говорить о постановлении номер 119, которое я упоминала выше, то самоизоляция в соответствии с ним – это нахождение по месту жительства, либо по месту пребывания, за исключением ряда случаев. Это следование к месту для покупки товара в первой необходимости, самому приближенному к месту жительства. Это выгул собак, животных домашних на расстоянии 100 метров от места проживания, либо места пребывания. Также следование в случае оказания экстренной медицинской помощи. Следование по месту работы, если организации, в которой вы работаете, не включены в перечень, чья деятельность ограничена в эти дни на территории нашего края. При этом, естественно, нужно иметь специальный пропуск. Мы знаем, что международные рейсы сейчас, конечно, открыты, кроме тех, кто возвращает граждан Российской Федерации на территорию Российской Федерации. Но, тем не менее, внутренние рейсы открыты. И, допустим, связь Москва-Ставрополь, Москва и другие. Мы знаем, что Москва – это сейчас эпицентр заражения коронавирусом. Но все-таки те люди, которые прилетают к нам, ну, допустим, из Москвы, возьмем этот пример, да, отслеживают как-то их обязательную самоизоляцию, о которой говорят сейчас, что эти люди, ответственно, должны подойти к своему прилету две недели, пролежать, допустим, дома, просидеть на карантине. Безусловно. Это отслеживается как-то? Да, безусловно. Учет таких лиц ведется в местах, в объектах транспортной инфраструктуры, куда прибывают подобные граждане. Аэропорты, ЖД. Да, это автовокзалы, ЖД-вокзалы. Я думаю, все мы это видим и знаем, что лица, прибывающие из других субъектов, выдается уведомление. Уведомление о том, что в нашем крае введен режим повышенной готовности. Они уведомляются о тех мерах, которые принимаются в нашем крае в связи с недопущением распространения этой инфекции и об их обязанностях. Они уведомляются о том, что они обязаны пройти режим самоизоляции по месту пребывания либо по месту жительства. Ну, в общем, в любом случае могут прийти и проверить. Безусловно. Контроль осуществляется, и эти лица также обязаны пройти режим самоизоляции. В случае, если они его не соблюдают, они также понесут ответственность по статье 20.6.1. А еще есть такой вопрос, очень тоже важный, казалось бы, может быть, и не важный, но есть тут одна загвоздка. Многие путают слово самоизоляция и слово карантин. Карантин в нашей стране объявлен официально не был, также в крае, кроме Пятигорска, в котором на днях был объявлен карантин, и город перекрыли полностью. Вот все же важно понимать разницу между этими двумя словами. Что такое карантин? Карантин вводится, может быть, введен как на территории субъекта, так и на территории отдельного муниципального образования. В связи со сложившейся в данном случае санитарно-эпидемиологической обстановкой. Чем карантин отличается от самоизоляции? Карантин предусматривает прежде всего ограничения по въезду и выезду из этой территории, с территории, в данном случае, города Пятигорска. И пропуска тоже не помогут въехать и выехать. Есть перечень лиц, которые могут, да, это вооруженные силы наши, это правоохранительные органы и другие спецслужбы, которые, ну, будем говорить, те службы, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность. Если это будет связано с авариями, техногенами, вы понимаете, что это те ситуации, при которых покидать или въезжать город могут уполномоченные лица. Что же касается граждан, всех граждан, кто проживает на территории города Пятигорска, и те, кто пытается туда въехать по каким-то своим личным причинам. Ну, рабочим, возможно. Возможно, рабочим вопросом введем режим карантина. Это ограничительные мероприятия. Они прежде всего связаны с ограничением передвижения. Это въезд и выезд. В этом заключается карантин. Светлана Михайловна, я знаю, что у вас работает и оперативный штаб, и горячие линии в прокуратуре. Как осуществляется работа в этих направлениях? Насколько сейчас горячо на горячей линии. Как бы странно это, да, масломасляно оно не звучало. И обращаются ли? Спите ли вы вообще сейчас? Да, действительно, в прокуратуре края создан оперативный штаб для решения возникающих вопросов, в том числе и связанных с нарушением прав граждан в этот период. Открыты горячие линии, не только в прокуратуре края, но и на местах, в районных прокуратурах, с целью получения информации от граждан, которые находятся в самоизоляции и не могут по-другому защитить свои права в телефонном режиме. Мы принимаем обращения о нарушениях их прав, законодательство о ценообразовании, законодательство об охране жизни и здоровья граждан, о лекарственном обеспечении, о санитарно-эпидемиологическом благополучии и иное законодательство, трудовое, социальное. На уровне Российской Федерации приняты различные меры поддержки и различные гарантии предоставлены в различных сферах. Поэтому горячая линия работает, горячая линия принимает звонки в основном, что, наверное, послужило сегодняшней нашей темой. Люди спрашивают, как мне пойти... Когда это закончится? Когда это закончится, безусловно, на этот вопрос мы не можем ответить, но разъяснить, кому, куда, при каких обстоятельствах можно перемещаться, кому и каким организациям сейчас можно, разрешено работать, как получить пропуск. И все наболевшие вопросы, связанные с режимом повышенной готовности, мы в телефонном режиме при возможности разъясняем. Также принимаем и обращение заявления о нарушении прав граждан, которые требуют проверки. Все это регистрируется, все эти заявления передаются на рассмотрение. И, соответственно, дается оценка. Также прокуратурой края организованы соответствующие проверки, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, трудового, соблюдение социальных прав, законодательство о ценообразовании, в том числе насущная наша проблема, законодательство о лекарственном обеспечении, о медицинском обеспечении граждан в текущее время. Инспектор этих тем можно перечислять еще очень долго. Проводятся проверки во всех сферах деятельности, которые сейчас для граждан актуальны и необходимы. Станин Михайлович, ну, хотелось бы еще услышать пару буквально слов пожелания нашим телезрителям в столь непростой период, который мы переживаем, исторически даже я бы сказала, но все-таки представитель прокуратуры сегодня у нас в гостях вы, и хотелось бы, конечно, услышать ваши пожелания и советы нашим телезрителям. Я, прежде всего, предлагаю нести ответственность перед собой, перед другими людьми, прежде всего задуматься о том, что для вас важнее сейчас находиться на улице или все-таки быть здоровым. И знать и помнить, что наше персональное здоровье – это здоровье всех наших граждан, из всего населения. Если мы обезопасим себя, мы обезопасим и других. И это может коснуться каждого. Не думая о том, что кого-то это не коснется, и я сегодня пойду, лучше проведу время, весеннюю погоду на улице, да, безусловно. И дай бог нас всех это не коснется, но... Осторожность, прежде всего. Осторожность, прежде всего. И соблюдайте правила, ознакомьтесь с ними. Это действительно важно, это действительно нужно. Как нужно себя вести и что следует и не следует делать. И доверять информации, которая распространяется сейчас в сети, наверное, стоит, перепроверяя ее. В том числе, когда вы получаете информацию, распространяющую какие-либо сведения о очень сложной эпидемиологической обстановке и прочее. Доверяйте только официальным источникам. Эти официальные источники есть сейчас на всех интернет-площадках, и это руководство нашего края, это официальные лица. Давайте доверять этой информации и не распространять, прежде всего, панику. И будьте здоровы, да, наверное, сейчас очень важно. Соблюдать жизнь. Светлана Михайловна, спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли и разъяснили законодательство в рамках сегодняшнего дня. Большое спасибо, вам тоже хочется пожелать. Берегите себя и будьте здоровы. Спасибо. Ну и нашим телезрителям хочется все-таки напомнить, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, ну и, конечно же, прокуратура региона. Если у вас возникнут какие-то вопросы, может вам помочь, достаточно просто позвонить на горячую линию и обратиться со своей проблемой или вопросом вам ее разъяснят. В студии была Александра Бакалюк. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова